Реализацию майских указов президента 2012 года рассмотрели на заседании правительства. О показателях и проделанной работе перед губернатором отчитались его замы. Особый интерес у обывателя к докладу руководителя комплекса соцсферы. Образование, здравоохранение, зарплаты бюджетников. Все самое злободневное на плечах Ирины Эрмиш. Павел Коньков поинтересовался достижениями местной медицины. А в частности, когда смертность и рождаемость сравняются в показателях. По оптимистичному варианту это 2018 год, по умеренному варианту это 2020 год. Учитывая все-таки то, что мы только начинаем в Ивановской области вступать в ту порог, когда женщин фертильного возраста у нас становится меньше, меньше и меньше, то я бы, в общем-то, рассчитывал на умеренный вариант к 2020 году. Зарплаты бюджетников. О них сказано в указе номер 597. На текущий год средняя зарплата по региону составила 19,8 тысяч рублей. Эта цифра превышает прогнозные значения. За 10 месяцев 2014 года в Ивановской области средняя заработная плата превысила прогнозные значения целевых показателей. По всем категориям медицинских работников. У педагогов дошкольных образовательных учреждений, преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования, имеется в виду начальное и среднее образование, а также социальных работников. Генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области предлагает к завышениям прогнозных значений относиться аккуратней. Ведь если где-то прибывает, то в какой-то сфере, соответственно, становится меньше. Павел Коньков предложил подчиненным провести мониторинг общественного мнения. Под действием указов попали зарплаты примерно 40 тысяч жителей области. Жить стало лучше или нет? Вот что хочет уяснить для себя глава региона. Чтобы не было так, то мы им говорим, вы лучше стали жить, а они говорят, нет, мы стали жить хуже. Мы должны найти с людьми в этом плане консенсус. Ситуация не такая простая, как кажется, потому что меры повышения зарплаты, они в себе содержат определенные изменения в условиях труда, определенные изменения подсчетов. Но тогда мы, значит, чего-то недоразъяснили и недоговорили с людьми. В целом Павел Коньков попросил своих подчиненных немного отойти от цифр. Показатели, их достижения или перевыполнение – это, безусловно, важно. Но куда более важна реальная картина происходящего. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова